Друзья, коллеги, всех приветствую! Сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы покупки данного легкового автомобиля за 108 тысяч рублей. Итак, давайте начнем. Что первично нас с вами должно заинтересовать? Нам нужно понимать, на основании какого федерального закона у нас реализуется данный автомобиль, чтобы мы понимали о том, есть документы на него или нет, хотя бы первично. Итак, у нас данный автомобиль реализуется на основании 178 федерального закона. Это приватизация, то есть продажа государственного и муниципального имущества. Снизу вы можете увидеть само название на основании какого закона. Дальше мы видим, что у нас он проходит путем электронного аукциона, что на текущий у нас в момент идет прием заявок. Мы видим год выпуска, пробег, видим о том, что есть ПТС, марка, то есть название данного автомобиля и ВИН-номер. Также мы видим дату и время окончания подачи заявок, начальную цену и на какой площадке она реализуется, в данном случае РТС-тендер. Переходим в карточку лота. Мы с вами перешли в карточку лота. То есть, что мы здесь должны посмотреть. Когда у нас дата и время окончания подачи заявок. Также мы здесь первично можем оценить фотографии самого автомобиля. Она может быть одна, их может быть 10, а может быть даже не одной. Далее спускаемся немножечко вниз. Видим местонахождение самого имущества, то есть там, где расположен данный автомобиль. Видим размер задатка, который нам необходимо будет оплатить на счет электронной торговой площадки через аналитический счет. И видим характеристики лота. Переходим в документы и сведения. Здесь у нас есть ПТС, свидетельство о регистрации, договор, заявка, приказ, извещение. Давайте с вами откроем свидетельство о регистрации. Таким образом мы узнаем, кому принадлежал данный автомобиль. То есть, в какой госорганизации. Так, институт физики, прочности и материаловедения. То есть, мы видим, что принадлежал госорганизации. Мы просто в этом убедились. Дальше. Нам нужно найти состояние самого объекта. Заходим в извещение, в приказ, возможно, будет оценка. То есть, нам нужно посмотреть, в каком состоянии у нас находится непосредственно автомобиль. Что мы здесь видим? Представленное транспортное средство не эксплуатируется. У автомобиля присутствуют следующие несправности. Общее состояние. Не на ходу имеются внешние дефекты товарного вида. Двигатель, кардан и вал требуют капитального ремонта. Необходима замена катализатора, радиатора, охлаждения заднего бампера. По периметру кузова сквозная коррозия. Требуется покраска, ремонт переднего бампера, замена накладных порогов, покраска локеров. Необходима замена водительского сидения. То есть, мы видим, что автомобиль у нас эксплуатировался. Что в каком он находится состоянии. В любом случае, чтобы нам не написал оценщик, чтобы мы не нашли с вами в извещении, нужно автомобиль первично смотреть для того, чтобы его покупать. Вы можете приобрести данный автомобиль на торгах. Можете приобрести его на рынке. Давайте, кстати, посмотрим, сколько данный автомобиль будет стоить у нас непосредственно на рынке. Такого же года. Набираем дром. Итак, давайте посмотрим, сколько стоит данный автомобиль от 2005 года. 1290 тысяч, 2010-го 420, за 120, 2008-го снят продажи, с автомобилем 2100-го 150, то есть, в целом, если мы посмотрим, то данный автомобиль реализуется в том состоянии, в котором он есть, ну, практически по рынку. То есть, для того, чтобы привести его в хорошее состояние и продать за нормальную цену, да, то, как мы видим, нужно вот в Удмуртской республике, у нас за 210 тысяч стоит подобный автомобиль, да, то есть, более-менее, который подходит к цене. То есть, в целом, если мы приобретем данный автомобиль конкретно вот за эту цену, за 108 тысяч рублей, то есть, продать мы ее сможем примерно за 150 тысяч рублей. То есть, если с экономической точки зрения смотреть, то, в целом, это хорошее капиталовложение для того, чтобы его приумножить. То есть, на торгах мы можем купить имущество как по рынку, но в идеальном состоянии, да, то есть, можем купить ниже рынка, но уже состояние будет чуть хуже. То есть, торги – это очень хороший вариант для того, чтобы не только сохранить свой капитал, но и приумножить, для того, чтобы покупать имущество с дисконтом для себя, для перепродажи или, например, оказывать услуги по агентской схеме. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, смотрите объект, который есть в вашем регионе, покупайте. Всем хороших выходных!